Добрый утро, дорогие телезрители! Рады, что вы вместе с нами встречаете это прекрасное и непревзойденное утро на телеканале ТДК-42. Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами Айгульта Ружбаева и Олег Великий. Просыпайтесь, хотим пожелать вам, чтобы этот день был для вас плодотворным. Ну а мы в ближайшее время покажем и расскажем рецепт невероятно вкусного завтрака. А также по традиции дадим вам несколько полезных советов. Так что не переключайтесь, будьте с нами, будет интересно. Айгуль, скажи мне, ты любишь слушать классическую музыку? Да, конечно, я слушаю Бетховена, Моцарта, Шопена. Вот, кстати, 22 февраля в 1810 году родился Фредерик Шопен. Пока он рос, его повсюду сопровождала музыка, и поэтому уже в возрасте пяти лет он исполнял несложные пьесы. А затем он закончил высшую музыкальную школу. За время обучения Фредерик написал много фортепианных произведений. К этому времени он уже был признан лучшим пианистом Польши. Критики высоко ценили его творчество, а дамы – превосходные манеры. Шопен много путешествовал по Европе, давал концерты и сочинял новые произведения. Ну а в 1831 году Шопен постоянно жил в Париже. Поразив его своими оригинальными мазурками и полонезами – жанрами, в которых нашли отражение славянские танцевальные ритмы и гармонии польского фольклора. Его очень ценили как пианист, особенно когда он исполнял собственную музыку. Ну а также хочу отметить, что с 1838 по 1846 года – это наивысший расцвет творчества композитора. Именно в этот период были созданы самые совершенные и значительные его произведения в различных жанрах фортепианной музыки. Ну а прямо сейчас, дорогие телезрители, вас ожидает разминка. Смотрим и учимся! Доброе утро, друзья! Сегодня утренняя разминка. Я Евгения и со мной помощница моя Демиля. Подходите поближе и присоединяйтесь к нам. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Всем удачного дня! Будьте здоровы! В каждой национальной кухне есть блюда, которые известны местным жителям, но вот мало знакомы людям из других стран. Возьмем, к примеру, кисадилия. Это не название города и не женское имя. Это блюдо мексиканской кухни. Очень интересно, Олег, я думаю, как многие наши дорогие телезрители. И вот как раз, кстати, наш шеф-повар Сергей покажет рецепт этого невероятно вкусного и мексиканского блюда. Здравствуйте, дорогие телезрители! И сегодня мы для вас будем готовить кисадилию. Завтрак. Так, для этого нам понадобится две лепешки, пшеничных лепешки тортильи, острый перец, болгарский перец, курица и сыр. Ну что ж, начнем. Режем кольцами. Совсем немножко. Крам 15-20. Достаточно. Затем режем болгарский перец. Чистим его. Отчаяем от семян. Чистим. Удаляем. Режем соломкой. Буквально 30 грамм вам этого будет достаточно. Так, следующую. Будем натирать сыр. Для этого нам понадобится терка. Ну и, соответственно, сыр. Сыр натираем на большой терке. Сыра берем 150 грамм. Все. Сыр натерли. Раскладываем ингредиенты на лепешку. Точнее, на сыр. Раскладываем все равномерно, чтобы у вас везде попался острый перец и болгарский перец, а также и курица. Накрываем кисадилью. Получается второй лепешкой. Прижимаем. Все. Можем выпекать на сковороде. Режем на 8 частей. Сыр у нас растаял. Подаем ее соусом. В данном случае мы подаем соусом сальса. Соус сальса делать не так уж и сложно. Болгарский перец, помидор, томат, кориандр. Им несколько специй. И ваш соус готов. Приятного аппетита! Азбулсы! Ну а прямо сейчас прекрасная Сауле в своем бьюти-утро. Расскажет, как же ухаживать за бровями. Добрый день, дорогие друзья! Я Сауле, и сегодня мы поговорим о бровях. Некоторые не задумываются о бровях, а зря. Их форма и цвет очень даже влияют на то, что как выглядит ваше лицо и какое оно ухоженное. Брови важнейшая часть лица. И недаром женщины все это время экспериментировали с их шириной, густотой, а также цветом. Самая запоминающая вариация – это тонкие брови а-ля Мерлен Детрих. Широкие брови вошли в моду в конце 70-х. Одри Хепберн – это яркий пример того, насколько лицо красиво и гармонично смотрится с широкими бровями. В последние несколько сезонов широкие брови являются фаворитами у визажистов и не собираются сдавать свои позиции. Есть несколько правил в коррекции бровей. Расстояние между бровями должно составлять минимум 2 см. В коррекции, создавая форму бровей, учитывайте то, что ширина должна быть одинаковой. А также в оформлении бровей сейчас очень много косметических средств, такие как тени и помадка для бровей, карандаш, кисточки, щетки, гель для бровей. А на этом все. И я думаю, что мои бьюти-уроки будут полезны вам в реальной жизни. Работники офиса «Файгуль» хорошо знают, что такое постоянный сидячий образ жизни и фоновый шум, который все время мешает сосредоточиться на работе. И вот по этому следующему сюжете мы разберем все офисные проблемы и покажем и расскажем, как же необходимо с ними бороться. Как выжить в офисе? Работники офисов хорошо знают, что такое сидячий образ жизни, прокрастинация и постоянный фоновый шум, который мешает сосредоточиться. Разберем основные офисные проблемы и расскажем, как с ними бороться. Раздражители. И на работе, и в быту нас преследуют мелкие раздражители. Однако с ними можно справиться всего за несколько минут. Отрегулируйте высоту стула. Вкрутите лампочку поярче. Вызовите программиста, чтобы настроил нужную программу. Просто избавьтесь от раздражителей. Утомляемость. Побороть офисную утомляемость можно с помощью чистой воды, свежего воздуха и движения. Пускай на вашем столе всегда стоит стакан или даже графин с водой. Так, вы не будете забывать пить. Не тратьте зря время обеда. Не сидите в социальных сетях. Пообедайте и отправляйтесь на прогулку хотя бы на 10 минут. Да, и в мороз, и в жару. Не забывайте также проветривать помещение. Канцелярия. Проверьте, есть ли под рукой все нужные канцелярские принадлежности. Переберите их, избавьтесь от ненужных и сложите все необходимое в ящик или специальный стакан для ручек и карандашей. Рабочий стол Сделайте уборку на рабочем столе. Оставьте только необходимое. Протрите стол и монитор. Проводите такую уборку как минимум раз в неделю. Вас не будет раздражать и отвлекать беспорядок. Планирование Для планирования дел на день можно завести небольшой блокнот и записывать в нем задания, объединяя их в группы. Так все ваши дела всегда будут перед глазами. Если удобно, можно использовать стикеры. Шумные коллеги Коллеги решили обсудить результаты футбольного матча или празднования 14 февраля как раз тогда, когда вы пишете отчет. Будьте дружелюбны. Просто попросите их говорить тише. Чаще всего это работает. Можно купить наушники с шумоподавлением или хранить в ящике стола беруши. Звонки чужих телефонов Если вас отвлекают оповещения и звонки коллег, попросите офис-менеджера раскрыть таблички с призывом «Включать режим без звука». Уверена, многие коллеги будут только рады. А ты знаешь, Олег, что одну унцию золота можно вытянуть на 5 миль. Да ты что, Айгуль, нет, не знал. Кроме того, Айгуль, я могу добавить, что необходимо переработать около 3 тонн золота для получения одной той же унции чистого золота. Но это так для информации, вдруг ты не знала. Ну а также мы, дорогим телезрителям, дадим несколько рекомендаций, как же выбрать золото. Без сомнений, золото – один из самых популярных драгоценных металлов в мире. Также не секрет, что золото – один из главных металлов для изготовления ювелирных изделий. Ювелиры и покупатели любят золото. Золотые изделия отличаются широким диапазоном цветов. Отделки стилей золота – наиболее часто используемое обрамление для драгоценных камней. Золото может сберегаться вечно. Не подвержено коррозии, не ржавеет, и сегодня его можно купить в любом уголке земли. Сегодня на базарах и рынках продают дешевое золото и за отдельную доплату ставят какую угодно пробу. Поэтому мы подскажем вам несколько советов, которые пригодятся при покупке золотых изделий. Золото лучше всего покупать только в известных ювелирных магазинах и ботиках. Не стоит покупать золото на базарах или с рук. Проштудируйте цены. Сколько сейчас в среднем стоит грамм казахстанского, российского и импортного золота? Сравните их с той ценой, которую вам предлагают на магазине. Если она гораздо ниже, стоит подумать, какого качества такое ювелирное украшение, раз такое дешевое. Золотое изделие должно быть без волн, бугров и хорошо отполировано. Если немного ударить изделием о твердую поверхность, издаваемый звук должен быть звонким, а не глухим. На украшении обязательно должно стоять пробирное клеймо. Оно указывает на то, что украшение прошло проверку качества и соответствует указанной на нем пробе. После того, как вы совершили покупку, зайдите в ломбард и попросите эксперта опробировать изделие, а также убедитесь в соответствии фактического веса изделия и веса, указанного на этикетке. Ну а в целом носите золото с удовольствием и будьте прекрасны! Ну а прямо сейчас начинающий поэт Сергей Быков расскажет очень красивое стихотворение. Слушаем и наслаждаемся! Доброе утро, дорогие уральцы! Сегодня я хотел бы прочесть вам одно замечательное стихотворение Юрия Баева. Дали синие, есть ли заманчивей что-нибудь в нашей жизни обманчивой? Ведь недаром же в детстве безоблачном так любили мы в небо смотреть. Повзрослев уже реже и реже мы ветерку удивляемся свежему, пусть отъездом друзья удивляются, мы спешим, чтобы куда-то успеть. Без людей, без дорог жизнь немыслима, если даже во двор просто вышли мы, если улица с детства знакомая от косых покривилась дождей. Все равно кто-то так получается, что сосед нам привычно встречается, и как мы с ним впервые знакомимся, видит старый мудрец воробей. И не метится жизнь теми вехами, до которых летели и ехали. Это модный и даже заманчивый, но, увы, всего-навсего вздор. Ведь везде, да, везде обязательно мы встречаем людей замечательных, и от этих-то встреч, как от искорок, ярче светится жизни костер. Пусть встречи с новыми интересными людьми украшают вашу жизнь, дарят вам счастье и удовольствие от жизни. Светите сами и освещайте путь другим. Счастья вам, дорогие уральцы! Я не устаю повторять, что итальянская кухня является самой полезной и вкусной. Не могу не согласиться с тобой, Айгуль, ведь не зря по всему миру открывается множество ресторанов итальянской кухни, в том числе и в Уральске. Да, и я побывала в самом настоящем итальянском ресторане «Мама Мия» и каждый раз убеждаюсь, что нет ему равных. Бонжорно, дорогие телезрители! Сегодня я буду вас знакомить вновь в самом изысканном и замечательном ресторане в нашем городе Уральск «Мама Мия». Ознакомившись с меню, я выбрала пасту «Болоньез». Вот его я и закажу. И пока мое блюдо готовится, по традиции, дорогие телезрители, я вас ознакомлю с итальянским. Бонжорно! Добрый день! Как ваши дела? Коместа? И до скорого! Апресто! Добрый день! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну что, принесли пасту «Болоньез». Хочу отметить, что это еще одна классическая вариация паст, всеми любимой пасты, в состав которой входит фарш из говядины, конкассы из томатов, белого вина, сельдерея и моркови. Ну что, дорогие телезрители, приступим пробовать такое прекрасное блюдо. Хочу отметить, что паста удалась очень вкусной. Советую, приходите в ресторан «Мама миа». Ну а наша передача подошла к концу. Уважаемые телезрители, мы с вами прощаемся, но совсем ненадолго. Ну а мы напоминаем, что эфир продолжит наши коллеги. Не переключайтесь. Отличного вам дня и хорошего настроения. До скорых встреч с вами. Овнов сегодня стремление к успеху в карьере может приводить к недостатку внимания к семье. В этот день вы почувствуете острую необходимость быть ближе к семье. Уделите больше внимания близким. Трудолюбие тельцов может не оставлять времени на близких людей. Сегодняшний день лучше всего провести в кругу семьи за чашечкой чая. Близнецам же сегодняшний день лучше провести так же в кругу семьи. Если такой возможности нет, сделайте хотя бы телефонный звонок. Это обязательно порадует близких. Раки будут в центре внимания. Придется как-то распределить свой день, чтобы времени хватило как на друзей, так и на родственников. Любые романтические отношения в этот день будут особенно успешными. Львам, возможно, стоит взять на себя ответственность и организовать какие-нибудь дружеские посиделки. Любое общение в этот день будет приносить двойное удовольствие и наслаждение. Постарайтесь сделать так, чтобы вашим родным не пришлось уговаривать вас зайти вечерком на чашечку чая. У дев же, если есть семья, семейный обед в этот день укрепит ваши отношения. Если вы одиноки, найдите время, чтобы провести его в кругу друзей. Весам же будет необходимо отказаться от любой борьбы и разногласий между вами и вашей семьей. Любые споры могут превратиться в настоящие боевые действия. Скорпионам же необходимо найти в себе немного любви и внимания к родителям и близким. Этот день благоприятен для налаживания любых семейных отношений. Любовь стрельцов к тишине и одиночеству может уйти на второй план. Сегодня стоит выйти на улицу и пообщаться с друзьями и близкими людьми. Семья для козерогов – очень важная часть жизни. А сегодня ваша любовь и преданность к ней вырастет в разы. Самое главное – это держать свои эмоции под контролем и не испортить момент. Отличный день будет у водолеев, чтобы устроить семейное торжество. Для этого даже не обязательно иметь какой-то конкретный повод. Тем не менее старайтесь проявлять больше внимания и прислушивайтесь к словам близких вам людей. С луной в раке у рыб будет запланировано много встреч с друзьями и близкими. Это благоприятный день для семейных посиделок в мирной и гармоничной обстановке. Редактор субтитров А.Семкин